Мужчина разбился насмерть, выпав из окна Бийской больницы. Подробности трагедии сообщают корреспонденты Бийского рабочего. Мужчина поступил в хирургическое отделение ровно неделю назад. Не исключено, что это была попытка свести счеты с жизнью. От полученных травм пациент центральной городской больницы скончался на месте. В настоящее время бийские следователи проводят проверку. А журналисты Комсомольской правды разместили статью о том, как недобросовестные аниматоры испортили праздник ребенку из камня на обе. Пятилетняя Кристина готовилась отмечать день рождения. Родители пригласили ростовых кукол, которые не приехали в назначенный срок. Оказалось, что про детский праздник аниматоры забыли, извинялись и пообещали устроить представление, но уже в детском саду и про него вновь забыли. Корреспонденты Комсомолки пытались связаться с руководителем по организации праздников. Чем закончилась история? Читайте на КП Барнаул. На здоровье детей не влияет. Главный врач Барнаульской больницы с тараканами ответил на запрос корреспондентов в банк Факса. Напомним, 15 апреля родители нескольких пациентов детского травматологического отделения больницы номер 12 рассказали о чудовищных условиях, в которых они вынуждены находиться вместе со своими детьми. Ответ главного врача и о том, что в ближайшее время намерены сделать, чтобы больница с тараканами лишилась своего печального статуса, можно прочесть на банк Факсе. В Барнаульском парке юбилейный пройдет квест по сбору мусора. Об этом пишут корреспонденты информационного агентства Толк. Все состоится в субботу, 20 апреля, в рамках историка познавательной патриотической игры под названием «Дорогами бессмертного полка». Сбор участников в 10 утра в Краевом дворце молодежи. После ребята разойдутся по локациям. Одним из этапов квеста будет станция «Чистый город». По условию организаторов необходимо будет поработать на территории юбилейного парка, набрав за определенный промежуток времени как можно большее количество мешков с мусором. Это новости не только на Толке. Шахматный гений школьницу из Барнаула поддержит лаборатория Касперского. Об этом сообщают журналисты АИФа Виктории Лоскутовой, 15 лет. На сегодняшний день она обладательница нескольких негетских титулов. Небольшое интервью с талантливой шахматисткой читайте на АИФ Алтай.